Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я покажу, как изготовить простейшую вихревую горелку, которая обладает хорошей производительностью и работает на смеси пропана и сжатого воздуха. При помощи такой горелки можно осуществлять пайку практически всеми видами припоев. Для изготовления самой горелки нам понадобится стальная труба. В моем случае это стальная труба внутренним диаметром 12 мм. Эксперименты показали, что можно использовать любую трубку, которую сможете найти, с внутренними диаметрами не больше 20 мм. Эти горелки будут работать стабильно. Какой материал использовать в качестве горелки? В моем случае это сталь, можно использовать нержавеющую трубу, но лучше всего использовать, конечно, медную трубку, потому что она очень хорошо разогревает газ внутри самой горелки. Какой длины делать трубку? В моем случае это 100 мм. Это самая стабильная величина. Если делать трубку меньшего размера, то горелка работает нестабильно. Если трубку делать большего размера, то горелка работает так же хорошо, но она становится просто громоздкая, поэтому ни к чему Жиклер будет изготовлен из такой удлиненной гайки М6 Почему я взял именно такую гайку? Потому что она без всяких доработок садится на мою горелку Нужна именно шестигранная гайка, потому что в ней удобно сверлить отверстия Их здесь будет 6 штук и все они будут расположены по касательной к внутреннему отверстию самой гайки Также необходима еще вот такая вот шайбочка обыкновенная В нее будет крепиться сам Жиклер, а потом шайба будет по диаметру обтачиваться, чтобы можно было ее запрессовать внутрь трубки И по большому счету вся горелка будет собрана От торца гайки на расстоянии примерно в 5 мм делаю отметку маркером Далее при помощи керна и молотка насекаю места для будущего сверления Каким диаметром сверлить отверстия в самом Жиклёре? Проведя всевозможные эксперименты, я пробовал сверлить отверстия диаметрами 0,5 мм, 1 мм и 1,5 мм Закономерность здесь следующая, чем больше диаметр отверстия в самом Жиклёре, тем большее количество газов проходит через горелку И тем выше ее производительность И наоборот, чем меньше диаметра отверстия, тем производительность горелки меньше В итоге меня устроила работа горелки с диаметрами отверстий 1,5 мм Сверлим Далее метчиком М6 необходимо прокалибровать резьбу, для того чтобы снять все заусенцы после сверления Хочу обратить ваше внимание на очень важный момент Как вы можете видеть, что все отверстия просверлены не по центру грани этой гайки Они просверлены по краям Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы все выходные отверстия находились покасательны по отношению к внутреннему отверстию Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы выходящим газом из этого Жиклёра дать вращение внутри трубки Без этого нормального завихрения в самой горелке не будет Это очень важный момент Теперь необходимо взять шуруповерт Вставить в него кусок шпильки М6 с гайкой Затянуть нашу удлиненную гайку Затянуть ключом И при помощи либо болгарки, либо в моем случае гриндером Обработать эту поверхность до такого диаметра, чтобы можно было плотно запрессовать в эту шайбу Ну вот как раз под запрессовку Самое то Теперь в необработанную часть нашего Жиклёра необходимо вкрутить болт М6 на 3-4 витка И после чего отрезать болгаркой Теперь необходимо верхнюю часть и та часть, которая прилегает к самой шайбе Либо заварить, либо запаять У кого что есть Я воспользуюсь пайкой Далее необходимо шестигранник сточить в цилиндр И здесь сделать полукруг Так сказать, создать небольшую аэродинамическую форму Ну а теперь необходимо сточить шайбу до такого диаметра Чтобы её можно было запрессовать внутрь этой трубки Теперь необходимо вот этот шов запаять Итак, горелка практически полностью готова Всё запаяно, всё сделано так, как надо Теперь необходимо заузить сопло Для чего это делается вообще? Ну, здесь работает следующий принцип Если у нас сопло зауженное, то внутри горелки поднимается давление, а скорость течения газов уменьшается Но на зауженном участке давление понижается, а скорость выхождения газов увеличивается Так вот это делается как раз таки для того, чтобы увеличить скорость исходящих газов И сфокусировать сам факел Заузить горелку можно разными способами Можно на горячую завальцевать Можно надрезы сделать болгаркой, заварить Как угодно Я воспользуюсь следующим вариантом У меня есть трубка, которая вплотную залезает внутрь моей горелки Я с неё срежу маленькое кольцо и заварю по кругу Потом зашлифую Также, если вы будете пользоваться моим вариантом Необходимо сделать зенковку внутри маленькой трубки Чтобы был плавный переход с большего диаметра на маленький диаметр Итак, насадка полностью готова и выглядит следующим образом Также за кадром изготовил ещё насадку побольшего диаметра Здесь внутренний диаметр 12 мм А здесь внутренний диаметр 17 мм Хочу произвести сравнительный анализ Для чего, какая насадка, куда может подойти В общем, замечено было ещё такое странное явление Что если подуть воздухом со стороны зауженного сопла Эти насадки превращаются в свисток Это маленькая А это большая Довольно-таки странно В общем, накручивать я их буду на маленькую горелку Донмет микро Специально купил её для своей мастерской Она очень маленькая, компактная Идеально лежит в руке И кроме того, на неё ещё есть куча насадок Сейчас я к ней прикрутил гусак с риметрической резьбой М6 Для того, чтобы можно было закручивать вот эту насадку В общем, довольно-таки даже не громоздко И сама насадка по себе лёгкая На баллоне с пропаном я выставляю давление 2 атмосферы А на компрессоре выставлено давление 6 атмосфер Подключаем горелку Итак, продемонстрирую факел маленькой горелки Как реактивный двигатель И факел большой горелки Продолжение следует... Хорошо Благодаря тому, что часть пламени горит внутри самой горелки Пламя настолько устойчивое, что его невозможно потушить даже в воде Потрясающе! Первый раз такое вижу Теперь хочу измерить приблизительную температуру этой горелки Способ очень простой Если горелка сможет быстро расплавить медь Значит температура больше 1100 градусов С медью справилась Значит, где-то приблизительно больше 1100 А может быть 1200 градусов Чисто на пропане Пайка медно-фосферным припоем Медная трубка Диаметр 19 мм Всё, что у меня в мастерской оказалось Вполне достойно Пайка припоем по алюминию Пайка стальной трубы латунью Пайка стальной трубы латунью Пайка стальной трубы латунью Классно Ну и припаяю твердосплавную пластинку к маленькому токарному резцу 10 на 10 мм Пайка стальной трубы латунью Субтитры создавал DimaTorzok Резец после пайки я грубо заточил Слой латуньевого припоя очень тоненький Твердый сплав припаян к рису на мой взгляд отлично Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги Вихревая горелка есть как достоинства, так и недостатки Самым главным достоинством является то, что это очень простая конструкция И если вам вдруг понадобилась срочно горелка, а под рукой у вас нет ничего То изготовить ее не составит никакого труда Вторым очень важным достоинством является то, что здесь очень стабильное пламя Сорвать его практически невозможно и эта горелка даже горит в воде Что для меня было прям как бы необычно совсем Температура этой горелки в принципе достаточно, чтобы паять даже при помощи латуни Ну а самым главным недостатком является то, что эта горелка работает от компрессора То есть она автоматически становится стационарной Никуда с собой уже компрессор не потащишь Ну а на сегодня у меня все Тем, кому понравилось это видео, не забываем ставить палец вверх На сегодня всем пока